Есть там какие-то конкретные люди, ну не ястребы, да есть не голуби, хотя бы более-менее вменяемые, с которыми мы могли бы иметь дело и может быть уже даже имеем. И насколько у них, как говорится, есть шансы прорваться на места Борреля, Шольца, Макрона, еще кого-то? Как думаете? Мне трудно гадать, там у них это все подковерно развивается, и эти же деятели, их не избирают. Когда парламент избран, там еврокомиссаров назначают в узком кругу, Келейна, и вот так же согласовывают с кандидатурой на пост главы Евросовета, Еврокомиссии и представителя по безопасности внешней политики и безопасности. У нас мы никогда не отказывались от контактов со всеми политическими силами, тем более системными политическими силами, как партия Марин Ле Пен, как та же альтернатива для Германии, ряд других движений, не столь заметных, наверное. Фарадж, вот англичанин, британец, который тоже сейчас активно участвует в продвижении консервативных сил, показательных, кстати, в Брюсселе они недавно проводили свой совершенно легитимный, открытый, регулярный съезд, а глава какого-то там микрорайона в Брюсселе, через два часа после начала этой консервативной конференции, где был Орбан, где был Фарадж, многие другие открытые системные официальные политики, закрыл глава этого микрорайона, пришел, сказал с полицией, нет, вам нельзя, вы тут все эти какие-то, значит, экстремистские настроения. Но, и не случайно, кстати, вот опять же, двуличие Запада и его непоправимую уверенность в собственной безнаказанности, в собственном величии, и вот этот комплекс его превосходства. Как только альтернатива для Германии стала набирать какие-то там дополнительные проценты, в вопросах общественного мнения, тут же пошла волна, что это Россия, что это агенты русских, сейчас где-то там поймали каких-то двух немцев, которые шпионили и готовили террористические акты против американских военных баз в Германии, два человека, и против каких-то еще предприятий, откуда идет оружие на Украину. Кстати, в скобках замечу, что тут же прям вызвали посла, вот двое, готовили теракты, то есть вот эти две иголки в стоге сена найти оказалось вообще без проблем. А месяцами, долгими месяцами готовившийся теракт по северным потокам, по инфраструктурному проекту, крайне выгодному для Германии, во подготовке которого теракты имеется в виду, были задействованы вооруженные силы, морские и военно-воздушные, многие страны, это сейчас уже в окрытом доступе все эти зарисовки, этого никто не замечал. А вот двоих граждан, которые только готовили, как они сказали, теракты, нашли мгновенно. Но обвинение в том, что вот все вот эти оппозиционные партии сейчас наращивают свою активность, потому что их Россия поддерживает всеми, в том числе нелегальными средствами, это очень показательно. Когда мы говорим, говорили, по крайней мере, сейчас мы просто тебя перекрыли, французам, американцам, британцам, и прочим членам Евросоюза и НАТО, о том, что их посольства здесь замешаны не просто в каких-то действиях, о которых слухи ходят, а мы предъявляем им, как они встречаются в нарушении, нанятые на месте российские сотрудники, так и была такая категория, они нанимаются для определенного вида работы, административно-технической. А когда их посылают по регионам, используя их принадлежность к обществу, они работают на поддержание антиправительственных движений всяких, иностранных агентов, это вызывает возмущение. Это опять же, понимаете, им можно все. А тебе нельзя даже, нам даже встречаться, не советовали с альтернативой для Германии, я прекрасно помню. В альтернативе для Германии, к тому же, вчера еще обыски прошли, вот так работает у них, свободу и демократии. Парламентская партия. Да, нам надо поучиться. Я напоминаю нашей аудитории и нам всем, что мы работаем уже больше часа в прямом эфире, который продолжается на трех радиостанциях, говорит Москва, спутник Комсомольская правда. Вопросов еще остается много, эфира у нас осталось полчаса, поэтому я вынуждена сказать, что мы должны перейти в такой режим почти блиц, да. Да, Сергей Игоревич, позвали нас нежданно-негаданно отпраздновать 80-летие выставки союзников Нормандии. Мы поедем? Во-первых, во-вторых, что это у Макрона, раздвоение личности или что происходит? Нас не позвали. Все-таки не позвали. У них эта манера такая, они, когда что-то собираются сделать, они не могут в рамках приличия оставаться, потому что личные люди направляют письмо. И потом об этом объявляют. А тут они говорят, вот мы пригласим, да, но не Путина, кого-нибудь пригласим, а никто никого не приглашал вообще. Мы ничего не получаем. Если получим, мы обязательно вам расскажем. Могу только сказать, что 5 лет назад на 75-летие высадки в Нормандии нас представлял посол, а 10 лет назад, в 2014 году, там была встреча, которая с тех пор положила начало нормандскому формату по Украине. И положила начало процессу, который завершился подписанием договоренностей, которую ни Германия, ни Франция, ни Украина выполнять не собирались. Поэтому такие у нас аллюзии... Поэтому, может, и хорошо, что не пригласили. Но с точки зрения исторической правды, исторической справедливости, слушайте, не было бы никакого второго фронта без героизма и жертвенности десятков миллионов советских граждан. Не было бы. И второй пример, вернее, параллельный пример. Немцы проводят, я не помню какого числа, день памяти жертв концлагерей. Гордо объявили, что вот на этот, в этом году мы русских не завел. Да, нашли, чем гордиться. Давайте вернемся на Ближний Восток. Там сегодня ночью был удар по Ирану. Вот как вы думаете, вот все это, что сейчас там происходит, может ли привести к тому, что Иран будет вынужден задуматься о ядерном оружии? Даже если до этого он об этом не помышлял. Это такие вот рассуждения, я слышал, они распространяются в израильских СМИ, на Западе. Желание и цель, мне кажется, переключить мировое сообщество с того, что происходит в секторе Газа, где гуманитарная катастрофа, и многие уже специальные докладчики Совета о правом человека говорят о геноциде. Переключить внимание вот на Иран как на угрозу. Ирану приписывать хотят в том числе и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ. Иран самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. В Иране существует закон, и даже фетва, это приказ, осуждение, заявление, постулат верховного лидера о том, что это в Иране запрещено. И Ирану совершенно не нужно сейчас заниматься этим. После того, как состоялся ответ Ирана на неприемлемый удар по консульскому учреждению иранскому, где погибли люди, и Иран ответил позавчера, были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. И мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтям, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет. И все специалисты, практически все, именно так расценили реальный ответ Ирана. И, судя по всему, таким же, надеюсь, что я не ошибаюсь, таким же был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Асфагане. Сергей Викторович, а вот иранно-израильского конфликта, и шире этого конфликта на Ближнем Востоке, арабо-израильской, все, что за этим стоит, там же замешано столько всего, что специалист разберется. Гипотетически, есть ли надежда, что это когда-то вообще может разрешиться каким-то дипломатическим путем, усилиями третьих стран, нашими, не нашими? Или все уже зашло так далеко, так много уже крови и так много чувств задеты, что это такой вот вечный джихад, вечная фетва навсегда, тлеющая вероятность ядерной войны на столетие вперед? Ну, практически все беды Ближнего Востока, в том, что касается разгула экстремизма, терроризма, они подпитываются прежде всего нерешенностью в течение, сколько там, 75 лет палестинской проблемы. Обещали создать, вернее, не обещали, решили создать два государства в 48-м году. Одно государство создали, а второе до сих пор не создано. И территории... Вчера сказали, что в Ветон наложит Америка на то, что Палестину в ООН... Уже доложила, да. И территории, которые были в 48-м году определены одним и другим, они уже совсем по-другому выглядят. Многие из этих территорий, которые перечитаются палестинцам, они в ООН квалифицируются как оккупированные территории, потому что они не были нарезаны Израилю той резолюцией, которая создавала два государства. Но, конечно, сейчас ситуация другая. Был 67-й год, война, и уже речь идет не о границах 48-го года, как они тогда в идеале были определены, а о границах 67-го года. Решение ООН. Граница 67-го года, столица Палестина в Восточном Иерусалиме, возвращение беженцев в Палестину, решение вопросов водопользования на справедливой основе. Это такие вот базовые вещи, и если бы это было сделано в свое время, я думаю, что Ближний Восток был бы гораздо спокойнее, если не на 100% такое, едва ли возможно. Но там были ошибки и со стороны палестинского руководства, еще при Яссель-Арафате, подписывались договоренности. С обеих сторон были проблемы. Но ключевое значение имеет все равно собрать волю в кулак и выполнить то, о чем договорились. Когда работал квартет международных посредников России, США, Евросоюз, ООН, то где-то в 2003 году, ну точно лет 20 назад, Совет Безопасности по предложению квартета принял резолюцию, которая затвердила дорожную карту создания палестинского государства в течение года. Там было все по месяцам, по неделям расписано, и всех она устраивала. И территории, учитывала она то, что там к тому времени на земле произошло. Сейчас, ну во-первых, да, газа газой, но вот Нитаньяхов объявил, что в Газе необходимо устроить буферную зону. На самом деле они хотят, я не знаю, чем закончится история с Рафахом, самым южным населенным пунктом, где полтора миллиона беженцев в неимоверных условиях. Но они, конечно, предпочли бы, чтобы эти люди ушли в Египет, а в Газе, как он говорит, буферную зону мы сделаем, и никто нас трогать не будет. А западный берег реки Иордан, который, ну, вторая часть палестинского государства, которое должно быть единым, в том числе, географически, логистически, он весь испечрен незаконными поселениями, которые даже Соединенные Штаты осуждают. Там десятки тысяч поселенцев, которые периодически вступают в конфликты, в физические конфликты, перестрелки с арабами. Вот, но если не приступить к созданию палестинского государства, ничего хорошего из этого не получится. Американцы в свое время пытались при Трампе объявить то, что вот есть сейчас, это вот и есть Палестина. Хотя там ходить между этими вкраплениями, ездить, это невозможно. Но, во-первых, сейчас Нитаяху сказал, что, вы знаете, когда все стали говорить, что надо держать в уме, после завершения вот этой же горячей фазы, переговоры о палестинском государстве. А он сказал, знаете, я вообще не собираюсь заниматься палестинским государством, я занимаюсь безопасностью государства Израиля. Все придет. А когда принят резолюцию о прекращении огня, дама, которая представляет США в сайте безопасности, говорит, ну да, мы воздержались, в общем-то, не стали левитировать, но она не обязательна к исполнению. А если она не обязательна, то и все, что про государство палестинское, тоже не обязательна. Американцы будут так рассуждать. Но ситуация очень плохая. Мы хотим прекращения насилия, решения гуманитарных проблем. И все-таки, чтобы, прежде всего, арабы проявили инициативу при поддержке всех здравых сил взять в свои руки вопрос о создании палестинского государства. Спасибо. Ром. Да. Как у нас дела на армянском направлении, Сергей Викторович? Потому что разная информация приходит. Ну, например. Ну, и говорят, что, в Ереване, по крайней мере, говорят, что мы как-то там не очень себя ведем. В ДКБ, Евразии. Мы, да. Ну, там так говорят. Говорят, что Евразия им не очень выгоден. Ну, и так далее. Знаете, есть факты, которые очень упрямая вещь. Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники, во-первых, ну, юридически мы союзники. Я думаю, что не только юридически, и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении. В том числе и глава правительства, который тут недавно, по-моему, выступал он в парламенте и сказал, что отношения с Россией переживают не лучшие времена. Но, но их важность трудно переоценить для нашей государственности, он сказал, суверенитета, безопасности, экономического развития. И мы ценим, он сказал, то огромное положительное, что было в наших отношениях и есть в наших отношениях. Мне кажется, это вот очень важные слова, потому что в известной степени это реакция на наглые беспродонные действия Запада, США и Евросоюза прежде всего, по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации. Евразес, Евразес, Армения в пропорциональном измерении получает больше всех выгод. Вот это почти 35% экономики Армении реализуется за счет участия в Евразес. Ну а если брать, если брать вот прошлый год, то товарооборот Армении, там 20 с чем-то миллиардов долларов, если в долларах считать, 37% от этого Евразийский экономический союз, 13% Евросоюз и 3% США. Ну то есть здесь тоже даже вот с точки зрения арифметической нельзя говорить, что Евразес, Армению, Армению, будучи маленькой страной, она и вносит в Евразес гораздо меньше, чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию. Когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза. Газпром Армения, 177 долларов за тысячу кубометров. На Западе платят в 2-3 раза больше. И если они захотят своим газом Армению отапливать, ну я не знаю, как это будет. Если они, как сейчас американцы, хотят атомную станцию закрыть и заменить ее своими малыми модульными реакторами, ну, я надеюсь, армяне понимают значение, которое энергии вырабатывает на этом мезоморской газ, на атомной электростанции, какое оно имеет. Южно-Кавказская железная дорога. Все эти годы на льготных тарифах для пассажирских перевозок, инфраструктурные инвестиции, многое другое. А этот самый Замбезурский медно-молимденный комбинат главный плательщик в бюджет Ресмулики Армении. Поэтому тем, кто пытается создать картину эксплуатации маленькой Армении, Российской Федерации и Российской Федерации, надо думать об этом. То же самое про ОДКБ. К огромному сожалению, после того, как три трехсторонних документа были заключены после ноября 2020 года, которые обеспечивали нормальный, сбалансированный процесс нормализации отношений, возобновления всех коммуникаций, открытия и так далее, тут же Евросоюз и Соединенные Штаты стали вторгаться в этот процесс, чтобы приватизировать результаты, как они считали. И чтобы не дать России реализовать достигнутые ей договоренности. Один в один, как в 2003 году, когда был подписан меморандум Казака о территориальной целостности Молдовы с особыми правами Приднестровья, он был парафирован, и уже лидеры собирались выезжать в Кишинев на подписание. Президент развернулся, не доезжая до Аэропорта. Да, господин Смирнов позвонил из Евросоюза, Солана, и сказал, что ну вот вы там на 15 лет хотите оставить, чтобы за 15 лет вывели все вот эти вот склады российской армии, мы хотим покороче. И все, а так мы вам запрещаем подписывать. Вот в чем все дело. Но то, что ОДКБ в 2022 году на саммите в Ереване согласовало документы, согласовало полностью, все министры его завизировали, о передаче дополнительных вооружений для охраны границы, о проведении специальных учений и о развертывании миссии ОДКБ на границе, это факт. Все министры, включая армянского министра, завизируют этот документ. А наутро, когда открывал премьер-министр саммит, сказал, что консенсуса не получилось. А вот консенсус в армянском обществе по миссии Евросоюза получился, который обещали на два месяца, сейчас она бессрочная. Там уже канадцы, туда же хотят другие члены НАТО. Это уже не евросоюзовская миссия, это уже будет миссия НАТО. Но то, что, да, и конечно же, когда говорят, что ОДКБ не может определить, где его зона ответственности в Армении, Армения сама пока не определила. Они заявили о том, что готовы вместе с Азербайджаном уважать границы 1991 года, в Алматинской декларации, что означает, что Карабах в Азербайджане. Но при этом параллельно они создали комиссию по делимитации. И при этом параллельно Пашинян вот недавно заявлял о четырех неанклавных селах, Тавужский район, да, который он готов передать. Он сейчас в этом районе убеждает население, что иначе будет неправильно. А границы 1991 года, которые Пашинян хотел, чтобы ОДКБ подтвердило и защищало, они-то не учитываются при этом. Они уже в процессе этих разговоров о делимитации, об односторонних шагах, они становятся подвижными. Поэтому, конечно, сначала, прежде чем говорить о том, что ОДКБ обязан обозначить свою зону ответственности, надо обозначить границы Армении, завершить делимитацию, о чем сейчас армянское руководство занимается. Но в любом случае, когда подписали документ, гласящий, что Карабах теперь Азербайджан, Алматинская декларация действует, в этом заявлении, которое было с участием Евросоюза подписано, там ничего не сказано о том, что при этом надо обеспечить особые права армянского национального меньшинства в Азербайджане. Не сказано об этом ничего. Поэтому говорить, что из-за бездействия наших миротворцев армяне ушли из Карабаха, это неправильно. Но мне очень... Только по-шинянски так говорят, больше никто так не говорит.